Есть идея, что язык влияет на менталитет народа. Если говорить про белорусский язык, отличается ли он чем-то принципиально от русского? Как он меняет менталитет? Я бы не сказал, что он меняет, а что я сформулирую крышку иначе, что мова вообще и нос бит морали. Уй-ой закладены формулы наших поводин. Например, по-русски «кали нечто с нечем поравновывается» и говорится «человек похож на кого-то», то есть накладывается наверх. По-белорусскому правильно говорить, что «нехто подобный да, некого». Это побачь поставить. Не накладать одно на другое, не душить и не тиснуть новым, старое, а подвести аккуратно и поравнать. И я лечу, что я занимался шмат детективом, и саправды мотивацией забойства, мотивацией крадяжов, мотивацией кепских и добрых поводин саправды в мове вот яны як бы аккумуляваны. У нас нема казок, неводной казки, как злодий был хороший, беларусь. У нас злодий одразу априори кепский человек. Например, в еврейских казках злодий может быть хороший. У цихану так само злодий может быть станучим героем. Разумеете? А в нашей мове, в нашем фольклоре это не может быть. Злодий – это одразу зло. Это одразу. И фиксуется вот это минавито «злодий» – это зло. Вор в русском. Это не обовязково, а одразу вот зло чистое. У нас злодие – это чистое зло. И так оно на вот слове фиксуется, разумеете? И вот, например, я читал зараз много еврейских казок, и там вот у батьки есть три сына. Один пошел учиться на тесляра, другой пошел учиться на мастака, третий пошел учиться на злодие. У беларусских казках просто такого, ну, априорио быть не может. То есть на злодие ты никуда не будешь учиться, разумеете? И мова, например, она это фиксует. И боль затое, она это замацовывает. Вот мораль. И тому, с оправдой, да, это есть. Но я не думаю, что коли некто выучит беларускую мову, она сразу там примет все наши каштомости. Нет. Но коли ты будешь ей жить, ей подпродковываться, ей обновлять, ей там фиксовать, не как вот зараз мы там спробуем придумать новые слова, узбогачать ей. Потому что не все можно позычить. Потому что не все приживается. Ну, а как вот вы интересный пример привели, значит ли это, что мы больше склонны видеть черное и белое, без всяких полутонов? Что очень категоричный такой вот язык, и может быть это накладывается на нашу ментальность? То есть у нас или хорошо, или плохо? Не-не-не, беларусы не. Вот видите, вот хорошо или плохо, я просто привел яркий приклад со злодием. Вот. А так беларусы вельми такая довольно пристасованцы великие. Пристасованцы, моя хата с краю, а я вот ничего не ведаю. А сегодня, а як треба сказать? А кому треба? А сегодня куды мы идем? Там царкутив, костюм. А як нам цюня выгодно? А цив мы пойдем-то до евреев, до разумных людей поговорить? И вот это пристасованство такое беларусское, при тым там, ну и оно вельми-вельми такое. А то, что у нас шмат яркости заховалось вот этой селянской такой, то, конечно. Ну, в средней классе это не было, не напрацовано, и тому шмат у нас такой вот категоричности селянской. Где добро и зло вельми выразно поделено. То есть, в принципе, категоричность это из деревень? Так, от селянства, да. От простости, от простости, от селянского життя, такого побоя. Это, в принципе, в общем? Это и в России так же вообще такая вот категоричность? Не-не-не. В России там другие целиком. Все же у нас не дя розница, як я, вот на мой розум, это я, это мое меркование, что у нас розница не дя в сто годов, что Россия там вот, и она починается не дя с Пушкина литература, а у нас с Богушевича, это розница в сто годов. А сто годов это шмат. И у них все 19-е, потом у них мова империи, а у нас мова невеликой державы. Это так само накладается. Мова империи, это и мова империи. А мова невеликой державы, при том другая мова по всех параметрах, ну это склада на стиле, конечно, свои. Что, на Ваш взгляд, является основным различием между ситуацией в белорусской литературе 25 лет назад и сейчас? Ну, напевно, зменилася на угол ставлення до письменника в громадстве, ставлення до слова зменилася вельми моцна, ставлення до книги, як такой. Потому что книга стратила ту и вот великую каштоность, яку имела. Потому что зараз шмат кто, просто читая в читалке электронной, некто читая с монитора. За этот час отбылась великая техничная революция, компьютеризация громадства. Отповедно, это мостно отбилось и на литературу. Иначе рухается текст, просторе рухается, иначе повинен себе поводить письменник. Потому что ранее книжка там, ну, книжка продается 10 годов. Так, и письменник различивая, например, что она будет жить вот 10 годов. А зараз, коли в свете так утка все меняется, и ты весь час, литератор, повинен, ну, отчувать, и ты повинен писать в Фейсбуку, ты повинен в Телеграме рассылать свои тексты, ты повинен там эсэмэсить Хайку, там, Тигр Герико, какую-то микроформу литературную. Тем больше, зменимся сам яще читач, и який не любит толстых романов, не любит толстых книг, и ему вот хочется прочитать информацию худко, и там письменнику требует это уличивать, и там шмат, что изменилось. Вельми, ну, вот, можно сказать, что отбылась кардинальная измена. А как вам кажется, должен ли художник, в принципе, ориентироваться на того, кто будет читать? Или это просто выражение какой-то идеи, которое он хочет донести до своего читателя? Как письменник писал для себя, для идей, для Бога, да, и он бы стоял, когда море, и прутиком на песку писал бы свои гениальные верши, и приходил об хвале, измывал это все, и он бы писал наступные верши, там, те сказы, те афоризмы вот на песку. А когда он пишет для читателя, для своего вучня, для своего последовника, когда он пишет не только сразу до Бога, а просто до своего вучня, то, конечно, он должен уличить стан, каким сегодня находится читатель. Вот это совесть, разумеете? И она вельми такая, повинна быть органична. Який читач, таки у него и писач. Нельзя так. Значит ли это, что эстетическая форма страдает? Нет, не, 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 просто изменяется. Что такое мастац? Вот это изменястовная форма, да, коли мы зараз володаем новыми техничными сродками, так, то мы повинны их выкористовывать. Что я повинен жить с некими каштунностями 19-го стаудия, писать для некой, там, умовно, як дюма, для некой, что ты дневой газеты, главы толстого романа. А на ней я повинен фейсбуку раниться, изместить некий невеликий фрагмент своего текста. Коли он затекает, до мене придя еще наступно читать. Коли я не смогу затекает, ну, тады, який я письменник. Потом хочется быть актуальным, хочется быть письменником не чистой окрасы, вот як большусь, да, а письменникам такого критичного погляду. Вот все приходят, наприклад, в интернет и набирают свое имя в неких поисковых системах, там, в Яхуте, в Гугле, и думая, что им выдаст зараз его парадный портрет этого человека, да. А я расскажу про этого человека смешанный анекдот, вот, и он убачит, кто он есть на самой справе. С течением времени меняется эстетическая ценность литературного произведения? Так, конечно, але не так. Видать, есть... Я не верю в вечность, и что я не верю в свою идеальность, я не верю, что мои там творы переживут меня, да, но я хочу, чтобы мой твор, хотя бы, праздвадцать годов, так само читался, так, и был актуальным. И тому я задумывался про некие речи, какие будут актуальны про тридцать годов, про пятнадцать годов, про каштовности, какие неизменные. Тому для меня вельми важны есть каштовности, какие не будут меняться. Наприклад, что требует любить свою маму. Разумеете, вот один письменник мне пытается, что твои дети читают то, что ты пишешь? Я говорю, так, читают. Я говорю, а мои не читают. Я говорю, а ты для их что-нибудь написал, для своих детей? Типа своих детей что-нибудь вот интимно-корональное написал. Не, а на что? Я говорю, так я на таби тебе не читать. А коли тебе не читают твои дети, чему ты думаешь, что тебе будут чужие дети читать? Вот. И тому я лечу, что... Этой момент, вот, в арт каштовности повинны быть, вот, проличенные, продуманные, прочутые, вот, глубоко. Как человека творческого, что вас сегодня больше всего удивляет в белорусской действительности? Ну, например, что людей, яких я видел, так, якие для меня не были просто суседями, просто звычайными письменниками, людей, яким треба было допомога, тому, что яны мощно пели, яны стали классиками белорусской литературы, яких все любят, яких все поважают, про яких весь час у меня не пытаются, там, вот, про Караткевича, про Стрельцова, за яким я живу в одном подъезде. И мне, меня это, вчера кажучи, мощно издевляет. Я николе не думал, что, что я там живу на одной приотсотце с классиком, эти, нам, великим белорусским письменником. Я живу с дядей Володей, и у меня треба было там поливать ягоные кветки, а зараз это вот, там, письменник белорусский номер один. Притым, это письменник не призначенный, а я кого соправды любит наш народ и выбрал для себя, як вот эталонного письменника. Видите, народ выбрал сам. Не призначили я его, там, ни из Москвы, ни из Стокгольма, ни из Лондона, сказали, вот буди у вас таки классик. Не, мы выбрали Сабе Короткевича, и мне, мне это ведь, вот, Ширакарыч эмоционально издевляет, потому что я весь сейчас, мне издается, что вот все же это же, ну, случайно дядя Володя, а тут вот, эти там, дядя Миша, там, Стрельцов, да, а зараз проводятся вечерыны, присвеченные Стрельцову, там, выдается сбор творов, там, и все с захоплением, думают, я помню, поставить, и так далее. Вот это меня, Ширакарыч, издевляет, что люди, яких я ведал, стали не просто, там, ведомыми, а иные стали, там, классиками. Чем труднее иметь дело, с отказами или с признанием? Колитис, например, бывает такое, что письменник становится знакомитый, да, вот, прочинаешься, и раптом ты знакомитый на весь свет, да, и, тут несупадение, что ты думал, что ты прославишься со своими вершами, там, не, а не с каким-то бульварным четвом, срубленным для народа, вот, и, конечно, с такой славой жить, ну, складано, но, так как я мил хороших наставников, мне обучили, як поводят себе, навод в те тяжкие моменты, коли я стану знакомитым, что треба исти до дятей, треба учить дятей, треба займаться детьми, треба снова стать простым, звучайным наставником, там, школьным, идти, там, в коллегиум, ходить, читать лекции, вернуться в нормальную, такую, звучайное житю, и витаться зусими, усмехаться всем, кто с тобой витается на улице, в метро, ну, я думаю, ну, что, слава, меня не сапсавала, думаю, что, звучайно, людей, хороших письменников, не псуе, вот, я как, хороших музыкантов, а коли слава некого сапсавала, значит, это кепский человек, и незаслуженно отримал то, что отримал, я завсюду лечу, что я отримал больше, чем мне, ну, мне дадено от природы, меньше, чем я отримал, вот, от громадства, что признание, вот, это там некие зарубки, некие там, вот, добруя мастерня у меня, что я отримал больше, чем я заслуживаю, ну, и тому я спокойно. А к вам относится к творчеству Сложеницына, и вот к тем разговорам, которые появились после его смерти, то, что, в принципе, он, многие вещи, которые, о которых он писал, они не соответствуют действительности. Видите, у меня есть такая теория, что вот слава, и премии, и ведомость, отримливая нехта за некого. Ну, наприклад, вот, великий русский письменник Достоевский, да, написал уникальную книжку «Записки из мертвого дома». Это уникальная книжка про жудости туремного життя. Сложеницын сделает, как бы, свою новую апгрейд-версию вот этой драмы человека, який живет в турме, на який проходят с лагеря, и всю, все, что повинен был отримать Достоевский, отримал с ложеницей. Як у нас, вот, бы, то, Адамович, Брыль и Колесник створили формулу уникальную, як записывать историю сведок, разумеете? А премию за такие книжки отримал ни Адамович, ни Брыль, ни Колесник, отримал Алексеевич. И тому я до Солженицына ставлюся так и до Алексеевича. Это люди, які умели быть вельми пристойными вучними у великих людей. Але власно открытя яны, ну, не зрабили. Что все ж, я лечу, что Достоевский и Брыль больше значные письменники, чем Алексеевич и Солженица. Не глядячи на то, что я непризнанная света. Если бы вы хотели сегодня выделить одно из многих событий в жизни, которые повлияли на ваш литературно-творческий метод, что бы это было? Народжение дачки мусить, молодшим. Вот чемусти, коли говорится, вот и Киев там самый светлый день был, коли я доведался, что у меня народилась дачка ядя. Вот чемусти для меня это не так супало и тому напыл на самую лепшую книжку, яку я написал, я лечу, что это роман «Дом», новая версия «Семья», про своих близких людей, про того, кого я люблю, и там есть литературные портреты женки, дачки, таты, мамы, деда, бабы, внука. Что у письменников вельми мало вот такой литературы, щирого признания в любови. У мастаков, это расповсюджена, все мастаки стараются намалевать мати, намалевать батьку, брата, там все, а письменники больше выдумляются, мне это не из уси подавается. Что для вас означает, как для писателя развиваться в литературе? Ну, я не верю в эволюцию мастатства, потому что я не лечу, что Джаконда Леонардовская лепшая, тихоршая за Нефертити египетскую, я лечу, что такого прогресса, який есть у навутцы, у мастатства такого прогресса нема. А так, как я больше мастак и больше литератур, я не верю, что тут, что, например, Гомер, меньше письменник за Шамякина, только тому, что Гомер жив ранее. Не, я лечу, что Гомер как раз больше письменник. Разумеется, и тому такого кто молоды, то и лепши за того, кто старейший, я так не зусим признаю, видите, и тому я хотел бы заставаться весь час тверозым, творчим, разумным и крышку ироничным до себе письменником. А как вы понимаете, что вы идете дальше, что вы не стоите на месте, а развиваетесь даже вот в слове, в том, как вы рифмуете там какие-то фразы? Не, я пишу книгу, да, я книги пишу по-ду, я пишу по 10 годов книжки, я пишу маленькими фрагментами, потом их взбираю в оповедание, потом это оповедание компоную в некую огольную книжную композицию. И тому это у меня вельми мородный процесс, и я не лечу, что мои первые книжки горшие, телепшие, а может они навотлепшие за опошние. На огол, когда вы брать приклады в литературе, то творы, написанные молодыми людьми, часто значительно лепшие, творы, написанные людьми во взрослыхе. Ну, когда взять, Богданович автор одной книжки, да, и вот Ягоный венок это лепшее, что он написал. Но самое отдельное, что и купаловская книжка, первая жалейка, и она одна из лепших, что написал купал. И так кожная классика, разумеете, тому я не вельми верю в прогресс. Хотя утриматься над творчим узровнем и заховать у собе вот этот момент удивляться, необходное удивление. Потому что ну с взрослым ты уже все ведешь, у тебя опыт, и это заминает на самом речу. Молодости ты полный надея, жить все напереде, ты напишешь еще самые лепшие книжки. А тут ты уже разумеешь, что самое лепшее уже написано. Ваше мнение о национализме это хорошо или плохо? Видите, вот тут я не буду категоричен, это не мое. Я николи не был националистом, меня завсюду хваливала социальная ровность, я хотел быть, я левый вельми по первоканаллях, я анархист, притым радикальный анархист, я не анархо-синдекалист, я кие там любят эти творчие союзы, там некие профсоюзы, я анархо-индивидуалист. И для меня, например, мое я, мое житё это каштонность. И коли я приезжаю в Таиланд и мне кажут, человече житё, тут ничего не каштуя. Мне тяжко заразуметь, что есть цивилизация, где житё человека не является каштонностью. А для меня, например, это каштонность, отповедна для меня великая каштонность, моя семья, мои близкие люди. Отповедна мой народ, моя мова мне ближе и больше каштонность за мовы суседей. Я всех суседей ровно поважаю, от нолького все. Но я все от нолького на нолького от леглости. И тому на национализм пригнятая всякая структура мы пригнятая мою я. И тому мне, например, неутульно быть националистом. как мастаку, я не хочу. Мне, например, мусить, как мастаку, и что за мастак, какие партийные мастак. Вот это я молю, а это не молю. Мастак повин быть анархистом. Як рок-музыкант, павит. Вы сказали в своем интервью, а ли наше место существенная классификация культур экстремальный примитивизм, и кем отстает культуру сходу, арабской, российской, индийской, чем белорусская культура хуже? И она просто инша. Экстремал примитив это классификация, яку я подглядел в Париж. Коли я шукал свое место, место белорусов, и у их поделяется можно французы Парижа поделили культуру на три такие великие частки. Интернациональная культура, эта культура ясно французская, парижская, парижская школа, и она выше и за все. И разом с этим это можно еще назвать культуру захода, або это европейская культура. Ну по-разному это можно интерпретовать, но приблизно это сегодня европейская цивилизация, европейская каштурность. Это первая категория, высшейшая, самая прогрессивная, самая дорогая, самая эталонная на сегодняшний день. Потом все, что на другом месте, это культура исхода, исходная культура. Усходная культура, до их належит арабская культура, китайская культура, японская, индейская, российская, вот им лику. Это другостное все. Али есть еще цивилизации такие, как Африка, Латинская Америка старожитная, которые классификают как экстремал примитив. Вот белорусская, я лечу, что мы уже не Россия, мы еще не Европа, мы все экстремал примитив со своими касками такими дикунскими, некими дудами дебильными. Мы экстремал примитив.